здравствуйте друзья добрый вечерок знаете как в песне там раньше дым костра создает уют искры гаснут в полете сами а у нас уют создает вот дождик письмо я никогда не боялась холода мороза в детстве юности могла выскочить на снег босиком по несколько минут потом уже в доме ногам было жарко но в последние годы я стала мерзнуть даже летом в доме на солнышке нормально а дома холодно при плюс 20 в комнате говорят из-за пониженного давления ночи померить можно чё там тем более была небольшая травма спины и теперь каждую зиму она ноет печет и болит летом чувствую себя нормально зима для меня это испытание зима но и сильная жара по 35 40 градусов нелегкий период это вас вас многие поймут конечно если отталкиваться от климата какой штат в сша посоветовали бы где нет мороза снега и лето не влажное и не слишком жарко чё себе вот у нас тут так главное чтоб не вариться в жару и не мерзнуть влажной зимой о как сиэтл мне нравится кстати сиэтл вполне да но настораживает постоянный моросящий дождь но это есть да но я даже не знаю люди живут вроде в основном никто не жалуется так северная каролина жарко но с приходом зимы очень резкие перепады температуры от 0 ночи до 20 днем я про северную кароль не знаю флорида влажная но зимой тепло это правда а летом жарко там бой жарко техас рассматривала жарко но зиме пока не знаю калифорния хороша всем но дорогой штат далеко не вся калифорния дорогой штат то есть как бы полоска вдоль океана дорогая все остальное не не дороже чем флорида если вдруг так случится на что я надеюсь я выиграю в лотерею я бы хотела определиться с местом для жизни главное чтобы не было мороза ну сакраменто вас устроит легко тамара бороста точно нет для старта нью-йорк вероятнее всего если получится то летом осмотреться ознакомиться привыкнуть немного к другой стране и лучше сразу ехать туда где планируешь более-менее осесть зависит конечно зависит по-разному есть взрослый сын разведена мне 44 но выгляжу моложе а чё хорошо несколько лет назад меня принимали за старшую сестру моего сына неплохо разбираюсь компьютерных программах смартфонах самостоятельно переустанавливаю windows могу перепрошить смартфон планшет люблю photoshop программы по обработке звука и видео файлов я не училась этому специально все советы из интернета просто понимаю куда копать мне это нравится хотела бы поучиться в вашей школе но проблема с оплатой денег вообще будет по минимуму и пока слабый английский работы не боюсь хотела бы работать больше и лучше но пока слабый английский так у нас учиться бессмысленно там как бы все даже если были деньги у нас в украине не охотно берут на работу женщина моего возраста и старше первым делом спрашивают не что я умею и чему смогу научиться сколько вам полных лет и дальше разговора нет если по телефону просто бросают трубку специальности профессии нет но бумажка не везде нужна если справишься без диплома его и не спрашивают например продавец парикмахер хотелось свое время учиться но когда я окончила школу развал союза пенсии зарплаты не платили месяцами сокращение заводы останавливались до неудачное замужество рождения ребенка которую которого просто не бы не просто которого было не просто растить одной помощи не было ниоткуда тем более от государства живем в районном центре говорят ленивые люди стараются сделать все быстро качественно и на совесть чтобы не переделывать сама могу починить чайник розетку велосипед повесить люстру умею немного стричь шить уверена что если у меня был автомобиль через годик я бы его смогла бы отремонтировать как говорил мой дедушка жизнь всему научит мудрый мудрый был дед так я согласен часто вспоминаю его слова жизнь всему научила проблем трудностей не боюсь справлюсь понимаю что первое время в сша будет трудно я готова на любую работу учусь новому очень быстро чтобы вы посоветовали если предположить что я выиграла в лотерею какой климат штат работу если или подучиться и получить профессию там или еще здесь хотелось бы немного определиться подстелить соломки ну а если не выиграю жизнь не кончится буду искать варианты замуж выходите все так пропадать то во свете лет две лотереи никакая не нужна смотри какая женщина я читаю от описания знаете вообще ну буду искать варианты всегда с удовольствием смотрю ваш канал именно вы я заставили посмотреть на жизнь с другой стороны вот так вот часто это и куда а куда теперь деваться понимаете сейчас придется очень подробно отвечать давай ну что ж друзья давайте побеседуем интересное вот письмо я честно сказать не часто так напишут занятно но конечно мы рассуждаем в предположении что у женщины есть green card она выиграла лотерею но правда она она очень правильно говорит что совершенно не обязательно дожидаться и не обязательно розыгрыша дожидаться то есть она может сейчас уже пытаться работать над чем-то еще в смысле над путями иммиграции значит то есть всегда есть какие-то варианты надо думать безусловно английский надо подтягивать что касается профессиональной жизни значит если бы она была вот сегодня здесь то со всеми описанными качествами конечно английский нужен тоже без английского никуда вполне наверное можно было бы там сделать ее тестером это будет не пи не первый человек который там переучился у нас и на 10 лет старше были люди и на 15 тоже были хотя немного поэтому когда у человека драйв есть и он еще так компьютерно такой рукодельный такой да то есть он так в руках горит и он сам интересуется это дорогого стоит что касается профессионального такого выживания на первое время особенно там если вдруг чак едет а у него языка такого еще нет расхожего например совершенно нормально заниматься стрижкой как бы да я я не знаю может быть для это какое-то название другое есть более правильно но вот люди которые там стригут и хорошая экономика плохая стричься нужно вот все ходят все стригутся и там миллионов на этом не заработаешь но так ножи немножко можно и и дома можно стричь и в салоне работать и так далее то есть если например человек физически выдерживает потому что это не каждый может тем более со спина болит там или что-то может быть стричь не очень подойдет я не знаю но если бы если может например я не говорю что нужно быть там высокого полета мастером и вот а если а если допустим это делать лучше и еще лучше и еще лучше там уже и заработки другие и так далее то есть это как бы карьера и во всяком случае можно зарабатывать на жизнь параллельно с этим допустим учиться там на что-то если хочется учиться да то что вот мысль о том что вот она бы например тестировала бы приклад программное обеспечение но вот денег нет но ей сейчас и не нужно денег ей сейчас нужно просто учиться но если хочет впрок немножко да у нас есть вот на русском языке курс достаточно обширно есть полно книжек на русском языке хотя можно и на английском языке учиться я вот сейчас осваиваю там сижу автоматизацию на селениуме и пошел посмотреть вообще какие ресурсы есть в сети боже чего только нет совершенно бесплатно потрясающие тюториалы ну то есть много много хорошего качественный добротный материал просто много и не только вот там на видео все-таки ведет времени много занимает вот а так когда можно там скажем читать со скоростью чтения понимания это еще быстрее может быть эффективнее если подготовка если нет так нет но и на русском языке не на английском языке сейчас можно учиться 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 и набираться и так далее денег денег не нужно было бы желание вот ну и самое главное что конечно без английского даже если вы была грин карта сейчас в руках без английского никуда а если уже и грин карты нет тогда еще вовсе все это превращается в несколько такое занятие ну я бы сказал преждевременно если мы так о профессии говорим и о тестировании специфическим почему преждевременно потому что меняется экономика никто же не знает что будет через год два три или там пять то есть мы знаем как как сейчас мы знаем как было три года назад пять десять там и 20 и даже 25 лет знаем а дальше нет что там впереди никто же не скажет поэтому я бы так сказал что в этом смысле правильно делать какие-то вещи которые по-любому пригодятся скажем английский всегда хорошо например изучать тестирование с тем чтобы может быть какие-то делать проекты на фрилансе тоже неплохо но только надо делать проекты чтобы не просто так училась училась и и не пригодилась никому а вот делать с целью там брать проектики на фрилансе хорошо насчет климата значит самое страшное у нас это холод да ну я бы сказал так что на территории соединенных штатов в целом сильно холодных мест так и немного это так вот там на севере ближе к канадской границе туда там может быть холодно это не всюду да вот скажем там все это не холодно ну в чикаго чикаго да если говорить так чтобы не было холодной зимы но и не было бы жаркого лета тут надо надо почесать репу но может быть допустим такое место как колорадо то есть там может быть снежок но там не холодно то есть есть такие места где не холодно то это вроде бы и жизнь недорогая и работы много и летом летом не так жарко и зимой не так холодно то есть например вот такое место но если мы говорим про калифорнию то калифорния вовсе недорогое место если не рваться на побережье если мы говорим про сакраменто например там жарко но там сухая зима тут нет влажные зимы мокрый здесь нет здесь сухо если лето я здесь летом здесь сухо и зима там достаточно теплая и и лета так наверно достаточно жаркая вот но есть места которые более благоприятно расположены вокруг сакраменто например можно немножко в горы туда сдвинуться там на на 40 минут на час от сакраменто там уже холмы там гораздо мягче климат и так далее есть места есть места то есть не калифорния совершенно не запретная зона абсолютно так вот я о климате думаю но в принципе по-настоящему вопрос встанет ребром когда у человека появится разрешение на работу появится green card появится как какой-то легальный статус и тогда вдруг окажется что выбор не только климатические сколько например где есть люди к которым можно поедать например какой-то круг общения где есть какая-то жизнь там на русском языке если если языка еще толком нет и может оказаться что это я не знаю там ну нью-йорк а может быть филадельфия а чем филадельфия блок я не знаю там такой холодные зимы там нет даблета жарко в лето там только такого уж прям жаркого тоже нет то есть я думаю что филадельфия может быть замечательное место вот но в конце концов ну пожила тут годик пожила там годик какие-то друзья какие-то знакомые какие-то связи даже выиграв в лотерею например человек не должен через три месяца уже уезжать а у него есть так хорошее время но может быть годик есть поэтому за годик когда уже все переходит в область прикладную очень быстро решаются те вопросы над которыми можно думать и думать и и долго думать и так ничего и не решит потому что отсутствие прикладного характера вопроса как бы не позволяет ему сильно решиться всегда остается туда или сюда какая разница выбирать не обязательно а когда надо выбирать и быстро выбирать тоже и решение принимаются и люди находятся и какие-то концы возникают и вот как бы все вот эти вот пазл пазл собирается понимаете все кусочки недостающие укладывается и все вроде получается и по большому счету я хочу сказать совершенно не обязательно чтобы с первого дня оказаться в таком месте где ты там проживешь оставшиеся там 30 40 лет своей жизни совершенно не обязательно так кроме того если это будет не грин-карт лотерея по допустим человек выйдет замуж но уже в данном случае удачно на первый раз так не удачно было замуж что тут удачно вышла замуж куда едет ну где муж живет туда едет вы же не можете мужа искать где снега нет или где лето там прохладное давайте так уж как то ну немножко другой процесс не конечно если 5 5 кавалеров там на выборы уже думаешь так этот где этот живет там какого он роста сколько детей там от первого брака ну это да я умозрительно вот поэтому значит вопросы при всей их важности да то есть я не никак не хочу умолить важность заданных вопросов но основная так сказать моя идея состоит в том что вот эти важные вопросы и еще может быть в 10 раз больше не менее важных вопросов которые появятся потом они все своим ходом будут решаться и довольно быстро при переходе практическое такое к практическому применению вот ну и собственно я наверное все все аспекты затронутом было два аспекта это климатический такой погодный и профессиональный опять допустим если вдруг через год там полтора-два человек приезжает соответственно там сорок пять сорок шесть лет можно пою вполне пойти там и переучиться на тестер тем более нас это время язык подтянет в онлайне можно поучиться ничего страшного например она может выиграв лотерею пойти и учиться в онлайне еще будучи там живя дома да а потом в америку приедет там на практику на пару месяцев раз и готова и пошла работать значит а если это затянется процесс и уже там допустим чеку полтинник то может быть уже и не захочется и может быть настроение не будет и сил не будет и уже не захочется подвигов каких-то захочется как-то поспокойней потом одно дело грин карту человек выиграл и ему надо как-то прорываться другое дело замуж выйти и соответственно это определяет и место где ты живешь и собственно какая у тебя потребность в дополнительных доходах то есть может быть и небольшая а может быть наоборот не никто не знает то есть так много всяких вот переменных там в этом уравнении шади знай вот так что должно должно немножко так побольше стать факторов известных известных вот тогда значит можно будет с оставшимися неизвестными можно будет поработать эффективно а сейчас может быть рановато немного но что существенно место найдет страна большая климатических зон тут сколько хочешь на все вкусы по бюджету тоже масса масса штатов в разных штатах там еще есть не много всяких таких территорий внутри вот в калифорнии наверно там десяток или полтора разных таких местностей где пусть совершенно разная жизнь и во флориде таких-то 5 6 7 поэтому в каждом штате какие-то свои заморочки более конкретные внутри так что я бы пока не не пытался найти ответ на эти вопросы я бы сказал себе я собираю информацию я интересуюсь я слушаю тут и слушаю там я что-то делаю в этом направлении вот но то что должно решиться там через год я не ожидаю что она решится сегодня или что кто-то даст мне ответ в ситуации где на вход не поступило сильно много информации видите елочки у людей светится даже не знаю вам что вы видите в камеру но вот я вижу тут наверно пять шесть семь домов уже с лампочками вот давайте мы передадим нашей героине праздничное настроение тем более наш канал на нее положительно влияет я сейчас свет зажег смотрю снова на вопрос думаю имя то у нас там было или нет 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 не вижу но не суть вот значит наша безымянная героиня передаем ей привет как бы с новым годом всякие лучшие пожелания и как бы мечтать хорошо фантазировать плохо а мечтать хорошо когда есть мечта она побуждает человека к действию и это действие ведет к результату вот за результат счастливо а